На телеканале ОТС информационный выпуск Татарского района. О главных итогах уходящей недели расскажу я, Егор Галёв, и корреспонденты программы «День за днём». Здравствуйте! Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители более 10 высших и средних учебных заведений Омска и Новосибирска посетили ярмарку-вакансию учебных мест. Самооборона без оружия. В спортивном комплексе «Космос» прошли соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо. Это и многое другое далее в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты районного совета обсудили бюджет на ближайшие два года. Не забыли народные избранники обсудить и текущий год. Таким образом, доходная часть бюджета Татарского района по состоянию на 1 октября по собственным доходам определена в сумме более 170 миллионов рублей. 179 миллионов 878 тысяч 900 рублей. Всего в доходную часть бюджета Татарского района за 9 месяцев поступило 129 миллионов 447 тысяч 800 рублей, что составило 72% к годовому плану. Налог на доходы физических лиц при годовом плане в размере 115 миллионов 569 тысяч 300 рублей исполнен на 76,0 процента в сумме 88 миллионов 11 тысяч 700 рублей. 28-я сессия Совета депутатов Татарского района по большей части состояла из вопросов о внесении изменений в решение прошлых сессий. 2018 год заканчивается, а это значит, что нужно успеть обсудить все нерешенные вопросы. О реализации муниципальной программы «Культура Татарского района» на 2017-2019 годы рассказала начальник отдела культуры и молодежной политики Евгения Жижимова. Начальник управления экономического развития, инвестиций и трудовых отношений Павел Истрахов в своем докладе коснулся вопросов предпринимательской деятельности, а начальник юридического отдела Елена Мерзоева озвучила изменения, связанные с порядком назначения, выплаты и перерасчеты размера пенсии за выслугу лет определенным категориям граждан. Завершил сессию Александр Шмаков. Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на данный анализ и посмотрели свое участие в работе Совета депутатов. У нас в регламенте предписано, что основной работой Совета депутатов Татарского района является участие в работе сессий и работе постоянных комиссий Совета. Поэтому просьба к этому отнестись более серьезно. На мемориальном комплексе города Татарска состоялась встреча, посвященная памяти земляков, погибших на войне. Подобные митинги прошли по всей стране. День неизвестного солдата приурочен к знаменательному событию. 3 декабря 1996 года в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой у Кремлевской стены был захоронен прах одного из защитников столицы. Поиски неизвестных солдат по всей России продолжаются до сих пор. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Эта фраза стала лозунгом памятной даты, которая появилась в стране относительно недавно. День неизвестного солдата отмечают в четвертый раз, но это только официально, ведь подвиги неизвестных героев никогда не забудутся. 3 декабря памятная дата в истории нашей страны назвали новым тем, что мы вспоминаем тех, кто погиб на дворях в сражениях, либо на территории нашей страны, либо за ее пределами и остались неизвестными. Во многих городах и селах нашей страны установлены мемориальные комплексы в памяти неизвестного солдата. Благодаря многим волонтерским организациям ежегодно находят останки неизвестных солдатов и предают их захоронению в тех или иных местах. В октябре такое захоронение прошло в селе Орловка. Останки солдата Григория Петровича Самоличенко были найдены поисковыми отрядами Блиц Санкт-Петербурга. Личность воина определили по капсуле, в которой находились записка и инициалы. В последние годы поисковикам удалось вернуть имена тысячам павших героев. Насколько еще про павших без вести не знает никто. Это дата напоминания всем нам, чтобы мы не забывали о своих героях, о своей истории и чтили в будущем наших славных солдат, погибших во имя нашей Родины. Эта дата празднуется для того, чтобы и наши последующие поколения всегда помнили и чтили эти имена. Вечная им слава и вечная им память. По всей стране имеется бесчисленное множество могил советских воинов, на которых установлены памятники неизвестному солдату. Эти места священы для нашего народа. В братской могиле у деревни Плоская Бельского района Тверской области покоится прах воинов 6-го стрелкового сибирского добровольческого корпуса. Он был сформирован летом 1942 года в Новосибирске. Расстояние в тысячи километров преодолело капсула с землей из места этого братского захоронения воинов-сибиряков в город Татарск. Капсула стала символом памяти и мужества наших земляков. В завершении мероприятия участники встречи почтили память павших воинов, минуты молчания и возложили цветы к мемориалу. 11-классники Татарского района написали итоговое сочинение. Главная цель такого испытания для школьников – это допуск итоговой государственной аттестации. Те же, кто с сочинением не справился, получат возможность исправить неудовлетворительную оценку в первой половине 2019 года. На часах 9.44 это означает, что буквально через одну минуту станут известны темы сочинений для старшеклассников Новосибирской области. Впрочем, направления тем едины для всей страны. Отцы и дети, мечты и реальность, месть и великодушие, искусство и ремесло и доброта и жестокость. На изложение своих мыслей у выпускников 3 часа 55 минут. Итоговое сочинение – это, по большому счету, обязательный допуск к единым государственным экзаменам. Оценка за эту работу не выставляется. Ученик может либо получить за счет, либо нет. Такое испытание в выпускных классах проводится с 2014 года. Цель проста – выявление у учеников умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. Все сочинения должны быть написаны в соответствии с требованиями Министерства образования. Если вдруг учащийся получит оценку «Незачет», то дополнительных есть два дня в резерве – в феврале и в мае, для того, чтобы он смог исправить эту ситуацию. На сочинении пользоваться можно только орфографическими словарями. В принципе, мы всегда знаем о том, что детей 11-классников ожидают это итоговое сочинение, и учителя планируют свою работу как раз для того, чтобы научить детей правильно оформлять работу. Решают судьбу сочинений комиссия, созданная специальным приказом. Как несложно догадаться, входят в нее учителя русского языка и литературы. Все работы, как и на едином государственном экзамене, должны быть написаны гелевыми ручками. Специально присылают нам программу, в которой мы печатаем эти регистрационные листы и бланки, где дети пишут это сочинение. Ребенок также может запросить дополнительный бланк, если ему не хватает места на основных бланках. Все сочинения должны быть проверены в течение недели, после чего повторной проверкой займутся уже областные специалисты. А до 17 декабря окончательные результаты смогут узнать и сами 11-классники. Кстати, некоторые вузы при поступлении добавляют абитуриенту за сочинение дополнительные баллы. Поэтому для выпускников очень важно написать его хорошо. Ежегодная ярмарка вакансий учебных мест прошла в Татарском районе. В Дом культуры Родины съехались представители полутора десятков вузов и СУЗов Новосибирской и Омской областей, чтобы рассказать о своих учебных заведениях потенциальным абитуриентам. Ярмарка вакансий учебных мест является уникальной площадкой, на которой удается подробно рассказать старшеклассникам и выпускникам школ обо всех возможностях поступления в средние и высшие профессиональные учебные заведения. Многие организации неизменно принимают участие в ярмарке на протяжении долгих лет. Вы все заметили, что обычно это мероприятие мы проводили весной, но в этом году решили провести в ноябре месяце, для того, чтобы те выпускники, которые оканчивают 11 классы, смогли еще раз подойти ответственно к выбору профессии, может быть что-то поменять в своих задумках, увидеть какой аспект профессии есть и постараться самоопределиться как можно быстрее с будущей профессией. В фойе Дома культуры развернулась выставка информационных стендов учебных заведений. Представители образовательных организаций ознакомили выпускников с условиями приема, специальностями, формами обучения. Старшеклассникам была предоставлена возможность побеседовать с представителями учебных заведений, задать интересующие вопросы и получить информационные буклеты. Исполняющая обязанности директора Центра занятости населения города Татарска Алина Нефедова отметила, что ярмарка вакансий учебных мест является одной из форм профориентационной работы школьников. Я хочу в первую очередь обратиться к вам, будущие выпускники. Для вас предстоит сделать сейчас очень важный выбор в своей жизни. Нужно выбрать будущую профессию. Я желаю вам, дорогие учащиеся, следовать своему пути, стремиться к своей мечте, руководствоваться не только своими внутренними желаниями, но принимать внимание о своей способности и их качества. Также хочу поблагодарить уважаемых представителей образовательных учреждений, которые, несмотря на погодные условия, все-таки выбрали время, выбрали возможность и сегодня присутствуют в этом зале и представят свои учебные заведения. Будущие выпускники школ познакомились с профессиями Омского государственного технического университета, представили себе образовательный процесс Барабинского филиала Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, заинтересовались направлениями подготовки Омского государственного аграрного университета. На сегодняшний день на рынке труда востребованы специальности и медицинских профессий. На мероприятии студенты подробно представили Куйбышевский медицинский колледж. В последнее время пользуются спросом рабочей специальности. О них рассказали педагоги Татарского политехнического колледжа. На базе девяти классов вы можете получить рабочую профессию электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования сельскохозяйственного производства, мастер общестроительных работ или канящих сварщик, хозяин и хозяйка усадьбы, где есть несколько специальностей – учетчик, плодобощевод и повар. Уже стала доброй традицией устраивать в нашем районе такие ярмарки, где каждый учащийся, стоящий перед выбором, куда пойти учиться после школы, может определить для себя профессию по своим способностям и интересам. Теперь выбор среднего или высшего профессионального учебного заведения стоит только за будущими выпускниками. А молодым добровольцам Татарского района на этой неделе вручили личные книжки волонтера. Произошло это на итоговом мероприятии, посвященном году добровольцев России. Там же состоялась премьера фильма «Я волонтер. Истории неравнодушных». Эту ленту уже называют главной документальной кинокартиной года о настоящих героях нашего времени. Кто такой волонтер? Это человек, который помогает здесь и сейчас? Мы все взаимосвязаны, поэтому легко отдавать. Этот фильм представляет собой историю волонтерского движения в России, рассказанную самими добровольцами, вдохновляющие поступки и бескорыстные неравнодушные люди. Сбор истории стартовал в декабре прошлого года, а премьера картины прошла в Международный день волонтера, 5 декабря, одновременно более чем в 100 городах России. Татарск не стал исключением. Фильм о людях, о неравнодушных людях, которые помогают окружающим. Там будет и про людей, которые занимаются поиском пропавших, и про тех, кто ухаживает за инвалидами, за пенсионерами. В общем, про всех неравнодушных людей. Первый заместитель главы администрации Татарского района Сергей Сидлецкий вручил воспитанникам Центра детского творчества, а также студентам политехнического и педагогического колледжей, личные книжки волонтера. Примите самые добрые, самые истинные поздравления в этот день. Этот день – день людей добрых дел, бескорыстной помощи, людям, нуждающим в вашей заботе и защите. Молодежь Татарска проводила осень громкими и душевными песнями. В последний день ноября гости и организаторы проекта «Библиотека. Открытое пространство» устроили второй в этом году караоке-баттл. Основная задача открытого пространства в Татарске выполняется в полной мере, ведь молодежи есть где собраться и чем заняться. И может участникам этого караоке-баттла никогда не стать звездами эстрады, главное, что время они проводят с удовольствием. Все желающие попеть были разделены на две команды. За каждое свое исполнение они могли получить от 1 до 10 баллов. Песни делились на категории, что предоставляло всем определенный выбор. Хотя, как выяснилось, молодым людям в завершении учебной и рабочей недели совершенно не важно, что петь. С одинаковым азартом они исполняли хип-хоп и русский рок, советскую классику и современный рэп, зарубежную эстраду и поп-музыку. Караоке-баттл становится доброй традицией, и если в следующий раз вы хотите присоединиться к этому полету души, то следите за новостями в группе ВКонтакте «Библиотека. Открытое пространство». В спортивном комплексе «Космос» прошли соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо. Ровно 80 лет назад семья большого спорта приняла в свои ряды тогда еще молодой национальный вид борьбы. Стремительно набирающий популярность этот вид спорта призван не только обучать приемам борьбы и оттачивать мастерство, но и воспитывать такие качества человека, как воля, патриотизм и гражданственность. Сергей Александрович, участники парада, посвященные 80-летней борьбе самбо-постройке, тогда у главного суда заграли господство. Вольно! Вольно! Не так давно в нашей стране было положено начало замечательной традиции – празднование Всероссийского дня самбо. Со временем торжество стало популярным во всех регионах России. Сейчас это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятия по самбо. Помимо массовости соревнований имеет социальную значимость, которая позволяет привлечь к спорту детей и молодежь. По рекламе соревнований борцы возрастной группы 12-13 года, борются по правилам борьбы с умом до двух побед. Форма одежды, шорты, борцовки либо носки, голый торс, если там мальчики, это девочки в футболке, и пояс красный либо синий. Борцы всех возрастных групп, оставшихся, борются по правилам утвержденных Всероссийской Федерацией самбо. Все борются до победного счета либо разницы очков в 8 баллов, либо до болевого со сдачи. Прямой руки на сегодняшнем турнире не предусмотрено. Все участники соревнования были разбиты на группы по весовым категориям. Схватки на двух коврах проходили в очень серьезной и бескомпромиссной борьбе. Юные спортсмены смогли продемонстрировать весьма достойный уровень мастерства. По режимным моментам, по времени борцы возрастных групп в 10-11 год борются 2 минуты грязного времени, как и сумоисты. В 8-9 год борются 3 минуты грязного времени. Все остальные борцы борются 4 минуты грязного времени. С 15 по 17 ноября в Новосибирске проходили соревнования по самбо, посвященные 80-летию этого вида спорта. В мероприятии приняли участие более 100 боевых самбистов и около 170 юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Татарск не остался в стороне от этого события. Наши спортсмены Дмитрий Кузнецов, Павел Осипенко и Никита Нагайцев заняли третье место. Валерия Веймер стала второй. Дети с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз вышли на спортивную арену. Во второй открытой межрайонной спартакиаде среди детей-инвалидов свои умения продемонстрировали участники из четырех районов. В открытой спартакиаде приняли участие команды Скупинского, Чановского, Устарского и Татарского районов. К участию в состязаниях допускались команды, состоящие из лиц не старше 1999 года рождения. В состав сборной не более 15 человек. Каждый спортсмен мог принять участие не более чем в двух стартах спартакиады. Соревнования проходили по следующим видам спорта. Ботча, дартс, гребли на тренажере, шашки, метание мяча в цель и легкая атлетика. Отрадно, что эта спартакиада уже вторая. И надеюсь, что она будет традицией. И вы, уважаемые гости и дорогие ребята, не в последний раз будете у нас на этом мероприятии. Я желаю вам, чтобы вы смогли проявить все свои лучшие качества. Успехов вам, здоровья, мирного неба и всех благ. Значение спартакиада для участников не только в спортивных достижениях. Это и возможность проявить себя и проверить свои силы. Обрести новых друзей, встретиться со старыми знакомыми и с каждым разом расширять границы своих возможностей. Это был информационный выпуск «День за днем». Смотрите нас на телеканале ОТС каждую пятницу в 18.00 с повтором в субботу в 10.30. Также все наши выпуски вы найдете на наших страницах ВКонтакте, Одноклассниках и на Ютубе. Ну а далее в нашем эфире программа «Диалоги». С вами был Егор Галев. Всего доброго и хорошего вам настроения. Субтитры подогнал «Симон»